приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас агрогороскоп причем пассивной на ноябрь месяц 2021 года как всегда мы составляем его по московскому времени именно так устроена международная практика есть программы интернете с помощью которых можно по московскому времени определить время своей страны и своего региона на нашей прекрасной земле но прежде чем я приступлю к агрогороскопу изложению этого материала очень просьба большая такая на ответить на вопросы про вершки корешки эти вопросы нам задают наши начинающие очень много начинающих огородников садоводов дачников люди которые только-только пришли к земле горят желанием что-то и сейчас обучаются и пишут мне что вы за вершки какие-то говорите что это такое причем тут корешки и так далее такие вопросы часто и поэтому я прежде чем мы рассмотрим агрогороскоп на ноябрь 2021 года давайте я просто коротко и так ясно отвечу на ваш вопрос итак смотрите у нас вот эта земля и в земле мы посеяли семечку пусть это будет редис наиболее яркий такой или свекла ну вот редис морковь лук чеснок это то что дает плоды в земле вырастает плоды находятся ниже вот верхней части грунта вот эта линеечка у нас видите и естественно есть и листики здесь кстати некоторые овощи мы и листики листики молоденькие используем но основное ради чего мы высаживаем это вот эти сочные витамины и корнеплоды и вот их мы называем обычно кто мы а это уже опытные мудрые огородники дачники садоводы которые вот я у них именно научилась вот этому этим словам корешки ну а вершки это то что дает нам урожай сверху то есть вот корни у нас находится в земле но они не там на корнях не формируется плоды а вот здесь сверху уже на веточках на побегах и формируются листики и плоды это у нас же всем известные огурцы помидоры капуста перцы баклажаны клубника все что у нас формируется выше грунта на солнечной стороне это у нас вершки и так внизу у нас под землей находятся корешки а вверху вершки ну а теперь рассмотрим наш посевной календарь на ноябрь месяц 2021 года вот он такой и здесь мы будем тоже употреблять вот эти такие слова которые звучат когда-то звучали наверное странно новички я думаю вам ответил объяснила очень просто почему опытные мудрые огородники называют что-то вершками а что 1 ноября луна убывающая глубокая убывающая угла будет в знаке девы написала подзимний посев укропа вы мне скажете сразу же это же вершки а у нас убывающая луна это корешки так вот просто-напросто в зимний период в регионах где установилась холодная погода можно это время использовать если нет снега можно подзимний посев укропа он легко делается прошел просто легко произвольно посеял по огороду или грядка где вы собираетесь выращивать эту витаминную зелень очень легко и хорошо получается я проверяла здесь очень хороший укроп он не быстро не так быстро идет в стрелку в цветонос не так быстро формирует используйте если есть такое желание далее 2 уже ноября луна будет убывающим знаки весы тут короткий период практически цветовой день можно использовать для подзимнего посева корнеплодных овощей это вот корешки что здесь имеется ввиду вот если у вас тоже постоянная уже зима нету таких резких перепадов я перестаю заниматься под зимними посевами связи с тем что у нас резкие перепады идут и оттепели в прошлом году в 2021 уходящем и в 20 семена моркови а также зеленушки различные я потеряла связи с тем что даже кстати и корнеплодные просто-напросто вот эти теплые дни оттепели наши семена проклюнулись начали движение рост и тут же сразу сразу же мороз поэтому если у вас вот такие тоже погодные условия не спешите делать подзимние посевы лучше это сделать уже будет весной и что дальше у нас очень важное важное 2 вечером уже начинается время гекаты тоже в весах 3 тоже весы 4 уже скорпион 5 скорпион и стрелец луна стрелец 6 вот луна в этот период новолуние казалось бы можно в это время остановиться космической энергии нет ничего мы практически не сеем ничего не делаем такого важного что можно в это время делать давайте будем обучаться ищите различную литературу или же кстати старинные издания еще от тех времен советских очень хорошее издание по физиологии растений ну а технологии сейчас современной технологии изучайте то что есть в интернете и не только одного автора и не только мои видео обязательно изучаете записывайте разные авторы и когда у вас появляются вопросы задавайте эти вопросы для того чтобы точно знать ответ на свой вопрос обучение еще раз знания наука вот будущее стоит как раз для будущее будет для тех кто занимается самообразованием это очень важно в любой отрасли жизни все да нужно изучать разбираться другого просто нам не дано ну я такое отступление неспроста сделала потому что мы с вами вместе учимся и естественно используем вот эти дни для того чтобы пополнить свои знания проанализировать свой опыт идем дальше стрельцы 7 уже кстати вечером еще 6 уже можно будет проращивать семена зерновых культур стрелец как раз покровительствует зерновым культурам здесь не формируется если высевать уже весенний период летний корневая система не формируется зато очень быстро растет вот этот росточек но его используют при проращивании семян зерновых для того чтобы получать вот эту витаминную зелень вот этот период очень хороший вечером 6 7 снова же 7 не весь день а только до 13 часов затем луна без курса так что проращивайте и питайте свой организм очень ценными витаминами восьмой прекрасный день если будет хорошая погода замечательная погода тогда можно использовать козероги сразу же после новолуния здесь и вершки и корешки то есть это что у нас растет и дает урожай под землей это что над землей очень хорошо если будет хорошая погода кому повезет можно высаживать озимый чеснок озимый лук естественно подзимние посевы вершков и корешков причем это мы делаем 8 весь световой день и 9 до 17 до 16 часов лучше это сделать потому что далее луна без курса в 17.53 до конца суток поэтому вот эти все посевы делайте в течение себе светового дня это можно сделать если будет соответственно хорошая погода далее период водолея водолей у нас не посевной непосадочный день это 10 11 тем более переход 11 с первой фазы во вторую фазу луны и 12 тоже утром еще будет время стихии воздуха водолей затем луна перейдет в 7 55 в знак рыбы и что начинается с 8 часов практически продуктивное время для подзимних посевов вершков обычно это зеленушка и очень хорошо проращивать семена для витаминных салатов очень хорошее это время и для любых и овощи и зерновые семена все что у вас есть и вы обычно выращиваете используйте вот эти дни 12 и 13 14 уже луна без курса будет с 5 часов 42 минут и до 15 часов 48 минут до момента перехода в знак овен а овен естественно покровительствует зерновым тоже но у нас время как раз не посевной до зерновых но зато можно проращивать семена зеленых культур различных я имею ввиду здесь можно выращивать зерновые можно различные овощные культуры тоже для того чтобы получать очень хорошие витаминные проростки ну и для зеленых культур тоже можно выращивать на подоконнике или в отапливаемых теплицах но в теплых странах тоже для зеленушки хорошее время также можно в знаке овен уже 15 и 16 практически до 14 часов еще посеять лук и чеснок на перо на витаминную зелень очень хорошее время растущая луна хорошие получаются перышки витаминные листики зеленые в теплицах очень хорошо высаживает так что использовать это время и подзимние посевы пряно-ароматических трав это тоже очень хорошее время 16 у нас завершится в луне без курса и затем у нас очень один маленький хороший кусочек времени для подзимних посевов вершков в 9 часов закончится вот этот период для посева вершков затем начинается сложный такой энергетический период это время сожженного пути полнолуния и это время уже частного лунного затмения время периода затмений что в это время у нас конечно часть плодородного тельца время плодородного продуктивное время плодородного тельца у нас забирается и близнецы но близнецов не жалко и получается что 18 19 20 21 практически 4 дня у нас без каких-либо посевов но что поделаешь это время стало уже нам дано для того чтобы тихо спокойно проанализировать что было сделано в уходящем году что нужно на чем нужно остановиться в чем разобраться и естественно продолжать свое обучение учиться учиться и учиться вот важная задача наша до следующий сезон мы должны быть обучены и должны быть готовы и во всеоружии следующий сезон начинать весьма все время буду напоминать вам об этом итак у нас позади сожженный путь полнолуния затмение и начинается затем хороший период в знаке рак 22 и 23 здесь можно сеять семена зеленых культур снова же на подоконнике можно выращивать их в теплице можно высаживать лук чеснок на зелень дальше проращивать семена овощных зерневых культур для витаминных салатов и это может еще можно будет делать смотрите 24 часть времени рано рано утром можно до 5 часов потому что с 5 часов 48 минут и до 16 часов луна будет без курса будет спать готовиться к переходу в новый знак а новый знак для нее в это время в 16 часов это лев но во льве можно вечером посеять посадить лук на репку это для теплых стран а так и мы можем на окошко себе подготовить посадку в горшочек лучок для зелени снова же и это можно будет делать во льве 25 и 26 лук сивок на репку кстати если у вас есть теплица хотите получить тоже ранний лучок тогда конечно высаживайте в теплице если хорошая погода еще естественно это больше подходит до южных регионов ну а там где север там естественно только на подоконниках выращивает вот эти все важные витамины 3 смотрите третья фаза завершается 26 и 27 будет переход луны из 3 в 4 фазы естественно это не рабочий не посевной день это девы в это время как раз у нас вот и далее 28 в деве мы ничего не сеем не высаживаем из овощных растений зеленушки а вот уже в весах после 9 часов 29 и 30 это знак весы и снова попадает очень хорошее время как и в начале месяца у нас 2 ноября под зимний посев корнеплодных овощей это и есть корешки это актуально для тех регионов где уже установилась настоящая зимняя пора и если еще нету много снега если же много снега вы конечно не сможете посеять это особая технология снимать с них терять засыпать снегом лучше подождите чуть позже еще будут хорошие периоды для этого времени на этом мы завершаем наше видео посвященное посевному агрогороскопу на ноябрь 2021 года по многочисленным просьбам завершаем это видео вот эти несколько секунд для того чтобы вы смогли сделать скриншот нашего вот этого видео и нашего агрогороскопа прощаемся с вами всего вам самого доброго крепкого вам здоровья тепла и уюта в ваших домах благодатной погоды в ваших регионах до новых встреч на нашем канале